Вот здесь вот всё сырость, и вот здесь вот сейчас идёт плесень везде. Также это запотевшие окна. Они везде бегут. Вот у меня вся вода, вот эта вот, всё, вот она вода. Основным источником распространения плесени в новой девятиэтажке её жильцы считают вентиляцию. В первые дни после заселения особых проблем не замечали. На дворе стоял сентябрь. Вот когда начало холодать, они в буквальном смысле слова вылезли наружу. Сырость пропитала обои, кухонный гарнитур и всё, что стояло близко к стене. Теперь здесь плесень. Звонили в ЖЭК, говорили, проветривайте. Это из-за того, что не проветривайте. Пока я здесь не жила, пока собрала мебель, я, конечно, проветривала здесь по мере возможности. Потом я проветривала тоже так же самое. Раза три-четыре в день проветриваешь, но это ничего не помогает. Утром просыпаешься, все окна, всё получается, как стёк идёт с окна, всё бежит. На полу лужи, везде лужи. Жалуются люди и на окна. К утру говорят, полотенца выжимать приходится. Столько за ночь набегает с подоконника. И эти проблемы есть в квартирах почти на каждом этаже дома. А если кто-то не заметил пятен под потолком, то это не значит, что плесень избежать удастся. Например, Елена увидела их совсем недавно. Хотя раньше была уверена, что в её квартире всё нормально. Мне соседка сказала, что у неё сильно пошла плесень. Ну, как бы я не замечала и сказала, что у меня как бы всё нормально, всё хорошо. Но тут дня два назад начала смотреть, что в зале есть плесень там маленько. Вчера на кухне заметила плесень. Ну, тут ребёнок сказал, что ещё в углу, здесь вот в зале как бы есть плесень. После массовых жалоб девятиэтажку проверили специалисты управляющей компании. Правда, особого смысла в их визите жильцы не видят. Приходили слесаря с управляем ЖЭКа, насколько я их понял, осмотреть вентиляцию. Спросил на какой предмет, спросили, что много жалоб, что вентиляция не работает и у всех мокреет. Осмотрели вентиляцию, сказали, что вентиляция нормальная, чистая. Смысл её было осматривать за благоизвестное, что она чистый новый дом, так я и не понял. Людям пообещали на этой неделе разобраться с проблемными окнами. А вот с плесенью придётся пожить до весны. Там дом, вероятно, начнёт просыхать. Главная причина, говорят, кроется в том, что новостройку сдали в спешке. И стенам попросту не дали хорошенько просохнуть. Так ли это, мы попытались выяснить у застройщика. Но, увы, пока комментария не получили. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, телекомпания «Аканск», 5 канал. Продолжение следует...